Завтра в Финногорском этнопарке Уибица. На этот раз ведущим зимнего спортивного праздника будет журналист и спортивный комментатор, голос Олимпийских игр Кирилл Набутов. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Понимаю, насколько это сложно с корабля на бал, поэтому дам вам время отдышаться и погрузиться в материал. Я в порядке, я уже закусил оленинкой из Инты, кстати, сказали, лучшей оленинкой. Я поэтому в идеальном настроении. Располагайте мной, как считаете, нужно. Ну, я думаю, что сюжет, который подготовили мои коллеги, посмотреть нам не помешает. Это для того, чтобы вы погрузились в материал, чтобы знали, с чем вам завтра придется иметь дело. Готов. Смотрим сюжет. Уже четвертая по счету зимняя Уибица обещает стать еще зрелищнее и мультиформатнее. Скучно не будет, уверяют организаторы. Они приложили максимум усилий, чтобы и гостям праздника было комфортно, и отдых прошел с пользой. Занятия и развлечения на любой вкус. От настольных игр до северного многоборья. Множество интерактивных и тематических площадок. Большая часть так или иначе пропагандирует экологические ценности и способствует единению с природой. Из новшеств новой экологической площадки у нас есть. Мы предлагаем экологическую тропу, разработанную с экскурсионкой. Ведутся переговоры, надеюсь, успешно они у нас завершатся. Мы будем предлагать возможность покататься на упряжках, запряженных оленем. И сейчас прорабатываем вопросы с привлечением вездовых собачек тоже на территорию, чтобы можно было или покататься, или по крайней мере пофотографироваться, пообщаться. Передохнуть после активного отдыха можно будет за чашечкой травяного чая. В чуме оленеводов и ароматный напиток готовить научат, и между делом о многовиковых традициях поведают. А еще посетители парка смогут помыться в бане по-черному и отведать уху, сваренную на костре. Пропаганда здорового образа жизни по-прежнему на первом плане. По традиции, звездные гости праздника – именитые спортсмены. В этом году на фестиваль приедет золотая бобслейная двойка Сочинской Олимпиады. Алексей Воевода сразится с победителем открытого турнира по армрестлингу. Сам он титулованный силач. А его напарник по команде Александр Зубков возглавит парад спорта Коми и даже поучаствует в лыжной эстафете. Сам знаменосец сборной изъявил желание посетить Национальный музей республики и встретиться с легендарной лыжницей Раисой Сметаниной. С собой Александр Зубков обещал привезти золотые медали, выигранные им в Сочи. Да, безусловно, привезу медаль, покажу медаль, потому что это достоинство мое, моей команды, моей всей жизни в целом. И, конечно, с удовольствием привезу, покажу, там потрогать, потому что определенная энергия, которая идет от Олимпиады, от медалей, которые завоевывают российские спортсмены, дают дополнительный толчок для развития спорта в целом регионе. Ставший уже традицией фестиваля «Саамский футбол» в этот раз будет комментировать ведущий спортивный диктор и известный российский тележурналист Кирилл Набутов. Он работал комментатором на Олимпийских играх в Москве, Сеуле, Барселоне, Сараево, Лилихамере, Нагана, Сиднее, Пекине, Ванкувере, Лондоне и Сочи. Ради участия в зине Ибице ему пришлось пересмотреть рабочий график и отказаться от некоторых планов. Кстати, уедут гости не с пустыми руками. Накануне праздника организаторы презентовали сувенирную продукцию, изготовленную местными мастерами. Такая достаточно веселая шапка-носок молодежная. Можно носить и мужчинам, и девушкам, и детям. И мы хотим доработать все-таки обратную сторону за счет ручных швов, чтобы сделать ее универсальной, такой шпионской шапкой. Зашел в одной, вышел в другой шапке. В поделке изделия исключительно из натурального материала, никакой синтетики. Их отличает высокое качество, доступная цена и, самое главное, экологичность и аутентичность. К примеру, изделие дизайнера Светланы Туровой связано из шерсти и вискозы, для которой исходный материал сосна. Получается шапка наполовину деревянная. Приобрести подарки можно в лавке на территории парка. В ближайшее время заработает и интернет-магазин. Потребность в нем появилась после обращения жителя из далекого города. Интернет – это великая сила. На нас вышел житель Инты и спросил, а я физически не смогу приехать на Ибицу. А смогу ли я как-то купить? Кому обращаться, чтобы вот это купить? Все, и после этого за один день подготовили проект по интернет-площадке, реализуемые своими силами. Накануне праздника организаторы представили и новую концепцию бренда Ибица. Ее суть – конь и родина первых лыж, Иркот – первый в мире лыжник. По замыслу авторов такая идея, переложенная в слово через древнейшее коми-предание, может стать основой для продвижения коми на мировом уровне. Мы получили букву коми-алфавита «Ы». Мы получаем здесь, если мы используем по-другому, село Иб, самый древний населенный пункт России, из тех, которые начинаются на букву «Ы». Мы зашифровали и переложили в слове «Ыбица» легенду Иркапия. Мы встроили в изображение волшебную лыжу Иркапии. Изображена на пиктограмме мезолитическая лыжа, похожая на ту, фрагмент которой сегодня хранится в Национальном музее коми. Ученые уверены, экспонат был сакральным предметом. Учитывая ценность находки, Эрмитаж бесплатно помог Республиканскому музею отреставрировать ее. Реставрация месяца года проходила два. Очень сложно пошел процесс реставрации. И потом, позднее, через два года мы опубликовали этот памятник в Альбоме, но тоже известный, как в Республике же Альбом по замочной пластике, где он тоже представлен. Памятник небольшой по размеру, это фрагмент лыжи с головой лося, которому 8 тысяч лет, потому что 6 тысяч лет до нашей эры. Обловок самой древней лыжи в мире, и это Эрмитаж уже подтвердил, был найден в районе Синдерского озера. Совпадение? Синдерское озеро по преданию открыл как раз Иркоп, и он в этом озере погиб. Это была волшебная лыжа, она улетела от него и пробила это дерево, там на последней букве это все изображено. И куда она потом делась, неизвестно. Возможно, что вот эта самая лыжа была найдена спустя 8 тысяч лет. После насыщенного дня гостей Зини Ибице, по еще одной традиции, ждет музыкальный вечер. Возьмем программы станет выступление Романа Жукова. Визитной карточкой эстрадной звезды стала песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», которую Рома Жуков записал еще в 1989 году со своей группой «Маршал». Евгений Ракин, Олег Костромин об итогах подготовки к традиционному фестивалю, который приобрел новую концепцию. Ну вот, можно сказать, что вы уже и на месте побывали. Практически. Как вам история про лыжу? Как красиво закручено? Мне вообще очень нравится сама история бренда, как теперь говорится, Ибица, происходящего от Иб. Те, кто это придумал, большие молодцы. Ничего подобного я в России не знаю. И все это вместе сплетается действительно в такой культурную среду, целую акцию. Я не знаю, какое слово правильно подобрать. И мне это очень нравится. Очень. В этом есть какой-то, с одной стороны, очень современный лихой заход, и с другой стороны, такая близость к корням, к истории. Ну что вы хотите, если там 8 тысяч лет обломку старейшей из известных людям лыжи. А почему вы хотите отругать тех, кто ее до сих пор не видел? Потому что, если здесь люди в Сыктывкаре находятся и не видели еще ни разу эту лыжу, тут дойти-то два шага и посмотреть. Значит, они заслуживают критики жесткой. А когда вы принимали решение поехать в какую-то неизвестную комиссию Лыб, вы... Трезвый ли я был? Трезвый. Сто процентов. Я вообще днем мало пью. А Аня Манюк позвонила днем. Вот, поэтому я в абсолютном был здравии и сознании. Что для вас было определяющее, чем тогда вы принимали решение? А когда она мне стала рассказывать про то, что есть то-то, 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 будет то-то, будет самский футбол, сможешь посмотреть древнейшую лыжу, сможешь попасть на Ибицу. У меня вот сын, он бывает иногда на Ибице со своими друзьями, что на Ибице происходит, я знаю, что на Ибице происходит, я не знал. Ну и так совпало, у меня там были кое-какие дела, но поскольку их можно было раздвинуть, то я прикинул, что на самом деле воспользоваться этим случаем просто... А вот что касается самского футбола, я сама относилась к нему несерьезно до того финала, который комментировал Виктор Гусев. Там так жестко играли команды, что я у него спросила, а вам не кажется, что это стала очень жесткая игра, не шуточная? А чем выражается жестко Сигур? А играли не на жизнь, а на смерть. Это то есть древние самые играли на насмерть? Проигравших убивали, что ли? Это наши команды, девчачьи команды, вот в этих длинных сарафанах, так бились за победу, что это было настолько захватывающее зрелище, То есть они бы играли лучше, чем в сборной России по футболу? Я веду к тому, что я думаю, что матч по самскому футболу вам будет комментировать очень интересно. Наслаждение, особенно если играют женщины, а будет смешанная наверняка команда, да? И парни, и девушки. Когда девушки играют в футбол, ты понимаешь на самом деле, что Россия слово не случайно женского рода. Потому что я видел, как русские девчонки играют в футбол, это совершенно другая страсть, понимаете? Это русская женщина, которая коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Вот, помните, как писал Наум Коржаевым, там, ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И вот она играет в футбол, и она переносит эти тяготы, когда бьют по ногам, по костям, когда балят с ног. Женский футбол в России огромные перспективы имеет, по сравнению с мужским. А вы знакомились с правилами самского футбола, или вы будете импровизировать? Как я могу импровизировать? Если у меня специально сегодня запланирована часовая подготовка, я специально буду беседовать с ветеранами самского футбола, чтобы выяснить некоторые тактические тонкости. Там же потом, понимаете, там играют в юбках, и в любом виде спорта, где есть такого вида облачения, там большая часть игр происходит под юбкой. Некоторые даже говорят, что залезть под юбку, это на самом деле выражение, пришедшее из самского футбола. Потому что оно означает правильно спрятать мяч, чтобы не смогли отобрать соперники, понимаете? Я вижу, вы здорово подготовились. А вы когда-нибудь аукционы вели, потому что это вам придется делать на едице? Еще как. Я вам похвастаюсь один раз. Я продал в 90-м году, в 90-м году, в 90-м году я продал фальшивую картину Ивана Ивановича Шишкина за 18 тысяч долларов. Но меня прощают... Почему вы не в тюрьме? А сидели, продавал не я, я был приглашенный аукционист, приглашенный ведущий аукционист. То есть никакой ответственности? Там сидели всякие насосы из начала 90-х, все, значит, в фиолетовых пиджаках и так далее. Им хотелось показать, что они крупные знаки искусства уже. Вещь продавалась как Шишкин. Я продал ее очень хорошо. Потом оказалось, что Шишкин фальшивый. Но я был не виноват, я же не специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приложили свой этот аукционный талант к продаже картин Анастасии Лобецкой. Я буду стараться, потому что я знаю, говорю совершенно серьезно, я знаю, что это аукцион, не просто аукцион, это аукцион, который каждый год на Ибице происходит с какой-то очень правильной, человеческой, человечной целью помочь человеку, нуждающемуся в помощи. Или помочь какому-то доброму делу. Или помочь людям, которые заняты каким-то благородным делом. И завтра я знаю, что цель у аукциона такая же. Поэтому, грубо говоря, чем лучше ваш покорный слуга сработает как аукционист, чем более щедрыми будут те, кто придут в этом аукционе, принять участие и что-то купить, тем теплее на душе станет кому-то. То есть, это самое главное, что можно в жизни сделать. Помочь кому-то. Понимаете, более того, я даже привез кое-что, что тоже, может быть, хотел бы, чтобы было разыграно. Я в прошлом году был, извините, что Яковлев, был участником эстафеты Олимпийского огня под Ленинградом, под Петербургом в Павловске. И у меня почти не осталось никаких олимпийских сувениров уже за этот год, но осталась вот эта шапочка, в которой бежали факелоносцы. И вот я ее привез с собой, и хотел бы, может быть, чтобы она тоже кому-то завтра досталась. Ну, правильно, вы нам олимпийскую шапочку, а мы вам вот такую шапочку деревянную. А вот эта очень хорошая. Она всем идет, вам я думаю, пойдет тоже. Да я возьму. Организаторы Ибицы не скрывают, что, организуя такие праздники, они работают в том числе и на имидж региона, на то, чтобы люди о нем знали. И сюда приезжали. Как вы считаете, они на верном пути, достаточно ли вот таких мероприятий, чтобы привлечь сюда людей? Таких не мероприятий, извините, что переводят. Таких мероприятий никогда не бывает достаточно, потому что чем больше таких, плохое слово мероприятий, еще хуже слово акция, еще хуже слово активность. Ну вот всяких разных придуманных штук, которые могут быть интересны не только внутри республики, но и за ее пределами, привлекают внимание, чем больше таких вот вещей придумок, тем лучше, потому что тем больше народу в стране, в мире узнает о том, что такое коми, что такое Сыктывкар, что такое Иб, что такое Ибицы фестиваль и так далее. Вопрос в том, что не на все находятся деньги, естественно, и силы, этого не может быть слишком много. потому что я вижу по тому, как это делается, как это промотируется, какое внимание уделяется таким мелочам, как работа с логотипом, с его насыщением, его смыслами, как работа с теми же самыми сувенирами, для того, чтобы сделать их, а, стильными, современными, чтобы они несли глубинный смысл проистекающей истории этих мест, из природы этих мест. Вы правильно сказали, что шапочка, которая сделана как бы из вискозы или из целлюлозы, то есть целлюлоза делается из древесины, шерсть тоже натуральный продукт местный. Вот такие мелочи, они как бы работают на продвижение региона, и это очень хорошо. Вообще удивительная история. Мы слышим о Ибице всегда столько теплых слов от гостей, а список у нас уже очень солидный. От великих спортсменов до известных телекомментаторов. И при этом скепсис своих же жителей. Тех, кому доехать до Иба, минут 40 на своей машине. Вы понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, на мой взгляд, все очень просто, потому что есть у русских такая пословица, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Во-вторых, то, что под рукой, то, что вот здесь. Ну, как бы, ну, что там? Ну, мы же все знаем. Ну, мы же тут, собственно, родились. Ну, мы же тут выросли. Что мы тут? Не знаем нашей природы, или не знаем, как олени бегают, или не знаем, как собаки бегают. Да мы знаем, конечно. Ну, что? Но это то же самое, я могу вам сказать, как жители моего родного Петербурга не ходят в Эрмитаж. Спросите меня, когда был последний раз в Эрмитаже? Когда вы были последний раз в Эрмитаже? Честно, я скажу вам. Я был последний раз в Эрмитаже полтора года назад. Но я, может быть, не очень типичный пример, потому что мы с женой любим ходить по музеям. Мы, может быть, больше ходим в русский музей, по части русского искусства. Но я знаю ребят, которые мне были даже 10 лет. Хотя живут, ну, не знаю, 10 минут пешком. Понимаете? Это повсеместно. Я не видел парижан, которые ходят на Эфелеву башню. Я не видел парижан, хотя я в Париже бывал 40 или 50 раз за много лет. Я не знаю, чтобы они рассказывали о том, как они здорово вчера сходили в Лувр и посмотрели там на Нику Самофракийскую, которая стоит на лестнице при входе. Что-то я жителей Парижа таких не наблюдал. Так что это, по-моему, повсеместная человеческая проблема. А в баню по-черному пойдете завтра? Если честно, нет. Почему? А я не очень люблю баню. Ну, тогда... Я не хочу сказать. Мы только что сидели, разговаривали с Алексеем Воеводой, который олимпийским чемпионом по бобслею и по армрестлингу, легендарным спортсменом, такая машина. Он как раз огромный фанат бани. Он про нее все знает. И как по-черному, и как по-белому, и как финское, и как русское, и так далее, и так далее. Вот я вижу просто по тому, как он разговаривает, что для него это просто, ну, вот, счастье. Я спокойно отношусь к вам. Ну, тогда обойдемся любимым вашим занятием. Душим. 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 Нет уж, значит, насчет похода в музей. Поход в музей, само собой. Вот любимое занятие, я скажу, куда? Без чего я не уеду. Из Соктывкара, вы уж извините. Значит, я не уеду без груздей. Солен. Без грибов. Вам уже кто-то их обещал? Нет, пока никто не обещал, есть рынок, я пойду куплю, что там. Я не уеду без морожки. Я не уеду без оленины. Шапочку вы мне пообещали. Я готов ее купить. А вот оленина, морожка и грузди, отдай, не греши. Ну, а мы вас не выпустим, если не будет того шоу, которое вы делаете из любого события, в котором участвуете. Спасибо за добрые слова. Я должен сказать, что на самом деле шоу будут делать те, кто будет участвовать. И те, кто его придумали. Моя задача, грубо говоря, просто его не сильно попортить. Потому что все-таки человек по природе своей четыре пятых информации снимает глазами. Поэтому главное, что будет происходить. До встречи на Ибице. До встречи, спасибо. До свидания. И все встречаемся на Ибице.